Со скольки лет можно заниматься железным спортом? Этот вопрос всегда вызывал бурю противоречий в спортивном сообществе. Если люди, не имеющие отношения к спорту, однозначные и радикальные в этом отношении, всегда сразу кричат «нет, ни в коем случае, пока ребенок не сформировался, никаких железяк, а то рост остановится», то среди нас, железозависимых, назовем нас так, все-таки мнение расходится. Так вот, сегодня появился отличный повод еще раз поднять этот вопрос. В сети начали вируситься ролики, где такой небольшой, совсем молодой паренек тянет огроменную штангу. Зовут парня Лев Митрофанов. Я связался с его отцом, с Андреем Митрофановым, и с его помощью подготовил этот ролик специально для вас. Так что не разбегайтесь, сразу после короткой отбивки приступаем. Четырехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, шестикратный чемпион России, мастер спорта России, 18 установленных рекордов, 33 золотые медали, и это все в 11 лет. Силовые достижения Льва Митрофанова полностью соответствуют его могучему имени. Лев начал заниматься спортом с трех лет. Это был футбол, хоккей, бокс и пауэрлифтинг. Отца парня зовут Андрей Митрофанов, элита-про в пауэрлифтинге, многократный победитель и рекордсмен мира. Как вы поняли, именно он и является тренером Льва. Видеозапись того, что Андрей думает о детском пауэрлифтинге, я оставлю напоследок, чтобы подвести итоги этого видео. Ну а пока обо всем остальном. Андрей говорит, что не заставляет сына заниматься лифтингом. Он понимает, что нельзя заставлять детей заниматься спортом против их воли. Многие люди, особенно раньше, относились с непониманием к тренировкам Львы. Считают, что это не детский вид спорта. Когда люди говорят о том, в чем не разбираются, Андрей старается не обращать на них внимания. Люди думают, что хоккей, футбол, бокс и гимнастика – более безопасные виды спорта. Однако на самом деле это далеко не так. Они гораздо травмоопаснее, чем пауэрлифтинг из-за своей динамики, говорит Андрей. Пошел, пошел, пошел. Опа-па-па-па-па. Давай, Лева, забери. Давай. Научат оказывать давно, что рост в тренировочном процессе, когда маленький мальчик занимается штангой, не садится со временем. Это все сказки. Мама Льва также поддерживает увлечения сына и полностью одобряет его тренировки. Ведь потраченные усилия в зале окупаются рекордами и новыми достижениями, говорит она. Тренируется Лев нечасто, всего один-два раза в неделю. Длятся тренировки от часа до полутора часов. Больше, со слов Андрея, подвергаться нагрузкам нет смысла. Я ведь понимаю, как папа, что у ребенка помимо спорта должно быть полноценное детство, говорит он. Первые соревнования Льва состоялись уже 8 лет. Всего лишь за 4 года выступлений он успел 4-жды выиграть чемпионат мира и 6-раз чемпионат Европы. А недавно он выполнил норматив мастера спорта по русской становой тяге. Таким образом, Лев является первым ребенком, которому удалось выполнить в столь юном возрасте такое высокое звание. Конкретных спортивных планов и целей пока нет. Лев будет заниматься пауэрлифтингом, пока сам сохранит энтузиазм, говорит Андрей. К новым рекордам, которых у него и так достаточно, Льва никто не будет принуждать. По поводу спортивного питания, Лев принимает только экологию. Для укрепления сверху сухожильного аппарата, витамины полностью комплексы, а для витамин А, Е и Д3. Это для иммунной системы и для оздоровления. Что касается использования фармакологии, по признаниям отца, это полностью исключено и недопустимо даже в будущем. Сила Льва обусловлена исключительно генетическим фактором и никаких медицинских воздействий на рост его силовых не оказывалось. Правильное питание, витамины, растяжки и массаж. Вот что мы делаем, говорит Андрей. Самое интересное, что за все время этих тренировок, после стольких рекордов и побед на чемпионатах мирового, в общем-то, уровня, Лев не получил пока ни одной травмы. Андрей говорит, что следит за безопасностью тренировок и уделяет этому пристальное внимание. Так как известно, что чаще всего спортсмены заканчивают карьеру по причине травм. Самое главное не торопиться с весами и соблюдать правильную технику, говорит Андрей. В данном случае торопиться не стоит с детьми. Нужно самое главное ставить технические факторы. Углы, процессы, то есть на приседания не налегая. Лев практически вообще не приседает, а потянет именно в сумму. В сумму, чтобы в классике очень редко, чтобы все-таки, да, сила на курсе еще существует, чтобы травм избежать. Жим лежа и база. Это дополнительные потяги, сжимания, прыжки, различные стабилизационные упражнения. По словам отца, занятия спортом не отражаются на учебе Льва. Он посещает школу, как и все дети, и в перерывах между выступлениями успевает учиться на отлично. Среди лучших силовых достижений Льва становая тяга 105 килограммов на 2 повтора, 55 килограммов на 50 повторений. Жим лежа 50 килограмм на 2 повторения. Что касается приседаний, то на малое количество повторов с большими весами они не приседают. Делают только многоповторку со штангой в 50 килограммов. Уважаемые зрители канала Спортфаза, я хочу вас сегодня обрадовать, что это большая иллюзия, что детям заниматься нельзя силовым спортом. Наоборот, нужно. Это укрепляет их иммунитет, это укрепляет их самооценку, физические показатели и просто характер мужчины. Но все должно быть это с умом. На этом все, ребят. Надеюсь, ролик вам зашел. Сегодня у меня такой немного необычный сетап. Надеюсь, ничего вас там не бесило, не раздражало. Особо на контент это никак не повлияло. Но, тем не менее, экспериментирую, как всегда. Я всегда что-то пробую новое. Касаемо конкретно сюжета, делите своим мнением в комментариях под этим видео. Убедил ли вас Андрей в отношении пауэрлифтинга совсем ранних лет? Либо же вы остались при своем консервативном, традиционном мнении о том, что железный спорт это попозже. Это после того, как сформировался уже скелетно-связочный аппарат. Оставляйте комментарии внизу под этим видео. С вами был Алексей Мокшин. И, кстати, ссылки и на Льва, и на его отца Андрея в Инстаграм я оставлю в описании под этим видео. Всем счастливо. Пока.